В Бразилии и Германии выходят на поле стадиона в Студбурге, это Юрген Глинсман. В этом городе очень скоро сыграют наши, россияне, игроки московского локомотива, которые встретятся с местной командой в полуфинале розыгрыша обладателей УПР. Московские спартаковцы встретятся с Интером в Милане, и мы поэтому внимательно будем следить за Роналдо, игроком, который выступает за сборную Бразилии, за одним из лучших нападающих в мире. Стадион заполнил практически до отказа, нет свободных мест, бразильцы вернут свои традиции, так же, как и на последнем успешном году в чемпионате мира по футболу в Соединенных Штатах Америки, они выходят, взявшись за руки. Ну вот, видите, вот этот зубастик, девятый номер, который может доставить много неприятностей и защите трехкратных чемпионов мира, немецких футболистов-подопечных Берти Фолстер, так же, как и игрокам московского спартака. С этим игроком расслабляться нельзя, с ним нужно удержать ухо Авастро. Ну и я хочу сказать, что 16-й чемпионат мира по футболу, который будет проведен во Франции, как раз начнется матчем чемпионов мира команды Бразилии, шотландцами. Эта игра состоится 10 июня, и вы увидите трансляцию на российском канале этой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Команда Германии сейчас в атаке Давайте посмотрим Кто же здесь будет первым Всех опередил Тафарел И Клинсман ошибается У Клинсман была травма челюсти Поэтому Некоторое время был вне игры Ну я так же вспоминаю Финальный матч чемпионата Европы по футболу В Англии Когда было много разговоров У Клинсман на матч с командой Чехии Тот вышел на уколах Бойной еле двигался Но, однако, своим присутствием Скумывал оборону чешских футболистов И провел практически все время на поле Итак, команда Германии Андрюс Кёпки в воротах Ему уже Берти Фокс отвел место Основного вратаря На чемпионате мира Кристиан Вёрнс Под вторым номером Кристиан Циги Третий Юрген Кёллер Под четвертым Томас Халмер У него пятый номер Олаф Тонн Шестой Ольга Бирхов Золотой мальчик немецкого футбола Тот самый футболист, который забил решающий победный мяч В финальном матче на Евро-96 Ну, как говорят, что он любимец не только тренера команды, но и его супруги Потому что именно жена Берти Фокстер порекомендовала Своему мужу взять этого игрока На Евро-96 Юрген Хенрих Выступает под восьмым номером Юрген Клинсман под девятым Андреас Мюллер Десятый Практически дебютант Сборной Германии У него одиннадцатый номер В командах по четыре защитника Четыре полузащитника и два нападающих Но вот по какой схеме будут играть И те и другие Ну, с вами попробуем разобраться Хорошая передача, острая передача Клинсман Клинсман набирает обороты Увелся с собой сразу двух защитников И, по-моему, открывался удар Штанг Юрген Хенрих Вот нам показывают Юргена Клинсмана Давайте посмотрим Прекрасная получилась сейчас передача Немножко задержался последний защитник Амбразильской команды И игрок, который был смещен Не смог, как говорят футболисты Вылезать, подкрутить этот мяч Но показывают фолы Немцы активнее ведут себя В эти первые минуты Ну, понятно, не хозяева поля 22 матча не проигрывала Сборная Германии После Евро-96 И вот сейчас, может быть, что Желтая карточка Да Желтая карточка сейчас будет показана Первая в сегодняшнем матче Бразильцы привезли в Германию Два состава И практически и теоретически 22 игрока у них Марио Загала Решил сделать так А у немцев только 20 футболистов Это Сазар Сампайо Который выступает в Японии в J-лиге Опорный полузащитник сборной И Кристиан Циги Кристиан Циги Чемпион Европы Семь чемпионов Европы играют Сейчас на поле В составе сборной Германии И четыре чемпиона мира В составе сборной Бразилии Действительно звездная команда Немцы побыстрее переходят От обороны к атаке Флангами играет много Хенрих Прикрыть мяч в Кампусе Не удалось Мне слишком много игроков было Сможет убежать Кафу Пока его никто не атакует Поднимает голову И делает передачу Учитывая что Бразильцы впереди играет Такой грозный тандем Которого нет наверное Ни одной сборной мира Это Роналдо и Ромарио Любых передач в страхную площадь Даже в их направлениях Стоит опасаться немцам И тут же Опять страсти накалились Капитан сборной В Бразилии Дунга Восьмой номер Это он поспешил на помощь Своему товарищу Он играет В Японии еще одна Желкая карточка Гитмар Хамон Да И цидил Немцев уже два предупреждения Ну Я думаю что Этому игроку 73-го года рождения Который только Третью игру Проводит за национальную команду Своей страны Хотя забил уже Один мяч Можно было бы играть И поспокойнее Ну а это Дунга Капитан сборной Бразилии Игрок с хорошим поставленным ударом Кстати вот он и выступал за Штургард Так что для него этот город знаком Игроку Бразильцы всей командой Внутрумного ударя конечно же Ни чужой половине поля Удар Хороший удар Андреев Скотки на месте Я думаю, вы, наверное, помните турнир четырех во Франции, когда бразильская сборная забила первый мяч на этом турнире вот таким же дальним ударом. Бразильцы умеют выполнять штрафные. Может быть, вы слышите оркестр бразильских болельщиков. Бразильцы никогда не остаются, бразильские футболисты, без поддержки своих почитателей. Хаман на Клинсмана. Клинсман, безусловно, мастер побороться наверху на втором этаже. И Оливер Берхов, также игрок высокого роста, мощного телосложения. Де Нильсон. Роберто Карлос. И опять Де Нильсон. Специальная камера, которая движется за мячом, на монорельсе установлена. Но подобные телевизионные находки уже не в диковинку телезрителям, тем более, с учетом недавних Олимпийских игр в Наганах. И я думаю, что организаторы чемпионата мира 98-го года, конечно же, побавлют телезрителей вот такими необычными ракурсами, камерами, которые будут давать представление. Более полное футболе. Ну что ж, пока не видим мы в игре ни Роналдо, ни Ромарио. Они так изображают скорее активность. Алдаир. Алдаир и Кафф – это пара защитников. Они выступают за итальянскую ровну. По-моему, страсти уже выплескивают через край. И вот как раз Оливер Берхов вылетел на голову выше капитана сборной Бразилии. И для начала слишком много предупреждений. Даже слишком много. Нам показывают Юргена Кольера, игрока, одного из самых опытных в составе сборной Германии. Футболиста, который, возможно, будет капитаном, если Юрген Клинсман не наберет форму, и вдруг от него откажется Барти Фокс. Это 97-м, чем провел за сборной своей страны. 12-я минута идет. Прямая трансляция на российском канале. Товарищеская встреча в Германии и Бразилии. Пока счет неоткрыт не умер. И мне кажется, что все-таки преимущества у немецких футболистов. Они поострее, поинтереснее и, главное, с большим желанием атакуют. Сразу же вступают в борьбу за потерянный матч. А вот в пляче, видите, заставляют ошибаться. Простите меня за этот штамп худестников мяча. Кстати, бразильцы, несмотря на то, что обладают многими титлами, в том числе, о которых я сказал, у них за всю историю чемпионатов мира они участвовали во всех футбольных стадиях. Больше всех удалений – 8. Но Аргентина – 7. Аргентина – 7 на втором месте. Темперамента хватает. Подопечный Марио Загало приходится больше защищаться. И, по-моему, некоторый разрыв образовался между обороной и линией атаки. И, несмотря на эту грозную пару, пока в деле мы их не видим. Но и немцы торопятся. Это один из самых опытных Андрея Семёля. Игрок, которого буквально оставил Берти Фокст. И наставник чемпионов Европы верит в него. А вот журналисты порой критикуют этого игрока, выступающего за Дортмунскую Боруссию. Может быть, неплохая передача. Очень активно фланги играют сейчас у немцев. Бразильцы предпочитают играть внизу. Это правильно. У них есть преимущество. Сбили сейчас Роналдо. Марио Загало и его помощник. Я уже говорил о том, что Марио Загало назначен помощником. Это Зика. Он отвечает за тактику и за физику. В свое время его звали Белый Пиле. Я имею в виду Зика. Неожиданное, прямо скажем, назначение. Но дело в том, что не очень хорошо на золотом кубке, на кубке Конкакав выступили бразильцы. Если получится, я подробно об этом расскажу. И Симайку сыграли в ничью из Гватемалы. И проиграли американцам. И вот президент Бразильской конфедерации Рене Рикардо Просите Тайшера вынужден быть поднажемой прессы на помощника Марио Загало. Ему это очень не понравилось. Но, тем не менее, посуществует человек, с которым нужно советоваться. И хотя Марио Загало в свое время выступал под руководством, простите, Зика выступал под руководством Марио Загало, Главный тренер сборной Бразилии был недоволен, явно недоволен, но пришлось смириться. Делать нечего. Сейчас постепенно бразильцы больше владеют мячом. Видите, уже и Йорген Клинфорн вернулся на свою половину поля, почувствовал опасность. Немцы легко разрушили эту атаку. Гридача назад, это Данильсон. Не исключено, что именно этот игрок будет снабжать мячами Роналда и Ромарио. Много в подкатах приходится играть полузащитникам и защитникам на бразильской команде. Слишком сильная передача. Он дает возможность мячу покинуть пределы поля Барти Фокс. С 90-го года он возглавляет главную команду в Германии. Главный тренер в стране. Он помоложе Марио Загало. Ну, вы видите, он дает и Марио Загало, и Зику. Марио Загало стал первым в русской мировом футболе человеком, который выиграл чемпионат мира как игрок. И также приводил свою команду к чемпионскому титулу на мировом преимуществе. Ну и напомню, что в 94-м году он был помощником по физподготовке. Помощником главного тренера бразильской команды Карлоса Абмерто Паррея, который сейчас работает в Саудовской арте. Вот видите, первый удар поворотом. Ну и что ж, хорошо сыграл Тафарел. Не самый, может быть, сложный мяч был в его карьере, но, тем не менее, сыграл надежно. А Марио Загало, в частности, вот сказал журналистам, что Бразилия никогда не проигрывала мировые чемпионаты из-за вратарей. И он верит в Тафарелла. 17-я минута подходит к концу первого тайма товарищеского матча. В Штургерте встречаются чемпионы Европы команды Германии и чемпионы мира бразильцев. Больше, больше, все больше и больше приходится защищаться бразильцев. Юрин Хенрих из Дортмундской Боруссии Орвался сейчас по праву флангу вот таки своей команды. Ну и, конечно же, Андреас Мюллер мяча. Удар поворотом. Мог получиться и каршер. Мяч изменял направление. Это Дидман Халл. Получил желтую кладочку и мог отличиться в сегодняшнем матче. Еще один опасный, все-таки опасный момент. Менцы по разнообразной атаке. И верхом играют, и откидки мяча есть. Мощный прострел Юрген Клинсман. Лучший бомбардир в составе своей команды. 101-й матч проводит. И забил 43 мяча. Мог забить 44-й. Ну чем же ответят бразильцы? Я думаю, что вам так же, как и мне, очень хочется увидеть в деле вот эту пару Роналдо и Ромарио. Ну вот примерно такие технические приемы в исполнении южноамериканцев. Роналдо и Ромарио Клинсман из клуба Сан-Паула. Пять европейцев, пять игроков, точнее, я буду сказать так, выступающих за клубы Европы сейчас на поле в составе сборной Бразилии. Почти 20 минут сыграны. Хороший удар. Плотный, приложился. Андреус Кёпки, чемпион Европы. Был тип, который бессмертно защищал ворота своей команды на Евро-96. Сейчас выступает во Франции в Олимпике и был участником матча в составе сборной Европы с команды остального мира. Во время жеребьевки в финальной части. Ну вот похоже, что Марио Загал пока с Зикой во время матчей ни о чем не советуется. Но может быть пока... Немцы играют в четыре защитника. Передача вверхом. Очень часто передача вверхом. Ну, вы знаете, Кафарелл просто блестяще сыграл во второй раз. Вот на этот раз момент был намного опаснее. Он отразил не только первый удар, но и второй. Просто здорово сыграл голки. Профессионер сложится и не потерял координацию. Мы приносим свои извинения за то, что пропало сейчас на несколько секунд изображение. Прямая трансляция, здесь все может быть. Ну что ж, Кафарелл нуждается в помощи. Андреас Мюллер наносил удар по воротам, а этот футболист бить умеет. Вот что значит пас верхом. Олимпирхов выиграл эту дуэль. Последовал сброс мяча и бил-то с близкого расстояния под подъемом Андреас Мюллер. В упор, практически в упор наносил удар, но не дрогнул. Стоял по удару Клаудио Тафарелл, чемпион мира. Для бразильцев это очень важная игра, очень важная игра. И не скрывал этого Марио Загала. Я уже говорил о том, что бразильцы не очень удачно сыграли на золотом кубке. На турнире Конкакав. Они второй раз выступают на этом турнире, и два года назад. Но, правда, тогда не нашли до финала, где проиграли американцам. А вот сейчас... Мексиканцам проиграли, а сейчас проиграли американцам. Так что для Марио Загала, так же, как и для его подопечных, да и для всей Бразилии эта игра крайне важна. Это ударец Варваром. Сейчас была статистика не очень большая, но все-таки статистика на ваших экранах. Немцы пытаются застать численные преимущества на правом фланге. Ну, а теперь можно сказать, что, скорее всего, передачи верхом будут чаще. В исполнении подопечных Берти Фокста и все правильно, учитывая, что в их составе есть такой игрок Оливер Берхов и Йорген Скинсман, которые умеют играть в воздухе и тот и другой. Это, в общем-то, оправданно. Ну, и стоит сказать еще, наверное, об одном обидном поражении. В прошлом году команда в Бразилии проиграла норвежцам со счетом 2-4, причем по ходу этого матча проигрывали 0-4 футболисты в Бразилии. Дело в том, что эти сборные сойдутся в финальной части чемпионата мира. Клинсман, вот он мастер, наносит такие удары сложных положений. Прекрасная координация у этого игрока. Клинсман сейчас поднял руку вверх, показывая судье, что было нарушение правил. Опасная игра, но арбитр свистка не дал. Технично Данильсон сыграл. И, в общем-то, надо здесь Дитмур Хамману поосторожнее быть, ведь у него уже есть одно предупреждение. Но я скажу, что команда Бразилии выступит на чемпионате мира в группе А. Шотландцы, сборные Марокко и Норвегии будут соперниками подопечных Марио Загала. Команда Германии выступает в группе Ф. 14 июля в Париже немцы встретятся со сборной Соединенных Штатов Америки. И также у них еще в квартете Югославия и Иран эти команды сыграют на два дня раньше. Ну, наконец-то получил мяч Арамарио. Как сказал один из бразильских журналистов, насколько талантлив этот игрок, насколько у него есть сложный характер. Почти два с половиной года он был отлучен от сборной, но вот после этого Марио Загала понял, что Арамарио нужен команде, а Арамарио понял, что команда тоже ему нужна, что не обойтись без национальной команды, надо играть. Волнуются наставники Бартифокс и Загала. Волнуются наставники Бартифокс и Загала. Данильсен ушел, почти ушел. Но вы знаете, Гитмург Хаммон оставляет неплохое впечатление, очень все-таки старательный игрок. Эндрих. Можно играть. Бирхов. Хорошая мощная атака может получиться у команды Германии, если бы не поторопился сейчас Андреас Мюллер с ударом по воротам. Мощная такая волна надвигалась на ворот от Афарелла. Бразильцы могли не успеть. Ромарио. 26-я идет минута. Прямая трансляция на российском канале из Штутбурга. Встречаются сборные Германии и Бразилии, пока счет не открыт, но и нет. Так незаметно пролетели 25 минут. Интересная игра. Угловой нам показывает Роналдо. Спокойно, не возмутимо. Практически всегда подобное выражение лица у этого талантливого, очень талантливого игрока. Гол. Ну вот так, видите, второй удар поворотом Андреаса Кетки. И счет в матче Германии и Бразилии открыт. Четверхкратные чемпионы мира забивают мяч. Марио Загало и Зика абсолютно спокойно. Вот я только хотел сказать, что немного футболистов в желтых футболках в страховой площади немецкой команды. Давайте посмотрим. За этим ударом прекрасный удар в самую девятку. Да. И игрок, который защищал этот угол, и Андреас Кепкинеш взглядом проводили мяч. 1-0. 1-0. Команда Бразилии вышла вперед. Счет открыт. Я не буду лукавить говорить о том, что Сезар Санпайо, да, я не назвал игрока, который забил мяч. Первый мяч в сегодняшнем матче говорит о том, что, скорее всего, я предполагал, что это своеобразная тактика. Марио Загало, и Зика, и его подопечных о том, чтобы отдать специальную инициативу и поймать подопечных Берти Фокста на контратаке. Нет, не думаю. Немцы действительно были активнее. И потому что положение их обязывало к этому идти вперед, атаковать. И, может быть, потому что они в эти первые минуты хотели бы быстрее забить. И, скорее всего, здесь повезло. Повезло еще бразильцам, но мастерства не отнес у Сезар Санпайо, игрока, который выполнил этот удар. Прекрасный выполнил удар. Чуть-чуть отжался от игрока. И сразу же я вспомнил Арамарио, игрока, который забил первый мяч в этой сборной России. Игра в чемпионате мира 1994 года в Средней Штатах Америки. И, может, также Арамарио сыграл. Чуть-чуть отжался. Он даже не толкал футболиста. Поставил руку, как бы яхто проглазил. И в результате мяч оказался в оборотах нашей сборной. Я помню, что тогда мы проиграли со счетом 0-2. Может появиться в матче игрок, который забил на второй мяч. Это Рай, полузащитник из Париса-Анджермена. Его пригласил в команду Марио Загало. Общий план дают нам в дирижабле стадиона в Штутгарте. Роналдо. Дали сейчас немецкие защитники этому техничному игроку получить мяч. И сразу же заволновались. И трибуны, и линии обороны. Ромарио достаточно сложно пытался выполнить пункт и промахнулся. Это все игрок невысокого роста. И в подобных ситуациях редко ошибается. Томас Хелмер из Мюнхенской Баварии был на ваших кратах еще один чемпион Европы в команде Берти Фокста. И Марио Загало, и Берти Фокста уверены, что их команды идут правильным, золотым курсом. И вот такая любопытная деталь, что в финальной части чемпионатов мира немцы и бразильцы провели по 73 игры. И вот сейчас закончится эта атака. Я постараюсь обратиться, по вашему вниманию, постараюсь на один показатель. То, что футболисты от Бразилии пропустили на 29 мячей меньше, чем их сегодняшние соперники. Хотя, наверное, все помнят такую поговорку, что бразильцы забьют сколько захотят и соперники сколько смогут. Видите, бразильцы не только забивают, но и позволяют это делать другим. 29 мячей – это очень много. Так что бразильцы не могут не только атаковать, но и обороняться. Думать об воронеже, встать в воронку. Мяч не покинул проделы поля. В основном передачи сейчас идут назад, потому что южноамериканцы всей команды, ну, за исключением от Ромарио, отошли на свою половину поля. Нет, по-моему, персонально никто не играет по Йоргену Пинсману. Во всяком случае, это… Молдаир такое впечатление Роналдо. После забитого мяча, вот и Роналдо, и Ромарио стали почаще в кадре появляться. Молдаир. 32-я минута подходит к концу. Еще раз скажу, что это прямая трансляция на российском канале. Можно бить. Подбирает ногу. Ромарио уже замахнулся, но игрок был на ударе, поэтому не стал оставлять мяч своему партнеру. А может быть, если бы сделал передачу, или оставил, могла бы получиться другая атака. С другим продолжением. И начинал ее Роналдо, который отошел, и в данном случае был не форварда по полузащитникам, распасовщикам. Что значит публика разбирается в футболе? Сразу же свист, неодоврительный гул, потому что немцы затеяли перепасовку на своей половине поля. Боевские болельщики такого не любят. Вперед, атаковать. Тем более, когда команда проигрывает. Это Денильсон. Ну что, угловой. Вот, нам показывают еще раз забитый мяч. Уже с другой камеры. Четвертый повтор. Все очень мастерски было выполнено. Просто здорово. Чуть отклонил корпус, поставил руку, чтобы не накрыл защитник Сезар Сампайо. В 70-м году, когда Марио Загало принял сборную Бразилии в чемпионском университете на чемпионате мира, он как раз говорил, что мастерство футболистов решает все. Мне нужно 5-6 игроков, которые способны, и я помогу им обыграть любую национальную сборную мира. Таффарелло уже в спешке вынужден был отбить мяч за пределы поля. Извинился перед своими игроками. Лучше не рисковать в такой ситуации. Еще одна передача верхом. Значит, или Клинцман, или Оливер Бирхов рядом. Они, как правило, адресаты. Теперь понятно, почему арбитер остановил встречу, потому что свисток вообще-то получался в пользу провинедших. Сообразиции оставались мячом, но дело в том, что игрок этой сборной получил, по-видимому, тяжелую травму. Вот, посмотрите, передача. Да. С шипами в голень. Это Кафу из итальянской Ромы. Да. Юрген Кюллер сыграл. И у него красная карточка. Вот видите, бразильцы получают дополнительное преимущество в виде одного игрока. Юрген Кюллер. Я уже говорил о том, что он самый, пожалуй, один из самых опытных после Юргена Клинцмена 65-го года рождения. И чемпион мира, и участник еще одного чемпионата мира, и участник чемпионата Европы, и чемпион Европы. Покидает Коля вот за откровенную грубость на взгляд судьи. Ну, в общем-то, действительно, стоит согласиться, потому что нарушение было очевидным, хотя и тут же поднял руки, как бы извиняясь, и показывая судье, что это было неумышленное нарушение правила, как бы в полной борьбы. Кольер был вынужден переступить футбольный кодекс. Тем не менее, он уже зритель. Вот любопытно теперь, очень любопытно. Ситуация как же в этой ситуации поведет себя и вразильцы, и футболисты команды Германии. Немцы вынуждены атаковать, но у них одного игрока меньше. Правда, футбол это не хоккей, ищи себе преимущество, и так-то просто реализовать. Но с другой стороны, команда Германии проигрывает еще. Тришком откровенная была передача. Добился, хорошая техника. Ошибаются сейчас хозяева поля в своей штрафной площади. Вот видите, заволновался Берти Фокск, почуял неладный. Может быть, 23-я игра станет неудачной для его команды. Немцы чаще форили на шесть раз. Матч вызывает огромный интерес. Сегодня проходят несколько товарищеских встреч, но это центральное, самое-самое интересное. И именно поэтому мы предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию первого тайма. Удар по воротам. Но, знаете, Оливер Бирхоф, возможно, чуть долго подбирал ногу. Можно ему было сыграть. И нужно, наверное, побыстрее, потому что он, возможно, и отвлекся. Бежал к нему уже игрок в российской команде. Да, вот это самая опасная пара. И намного опаснее пока, чем Роналда Яромарио. Я имею в виду Оливера Бирхофа и Юргена Клинцмана. Не смолкает там-тамо-бразильских болельщиков, а вот... В форме нескольких фанатов стал разрозненнее. Дунга показывает арбитру, что уже второй раз его неверно атакуют. Оливер Бирхоф боролся. Это уже футбольная азбука, что если ты идешь вперед, то нужно постараться пошире расставить ногти. Но и в то же время правила постараться не нарушать. Значит, арбитру это не доест. Клинцман не ожидал такого подарка и подрастерялся. Капитан немецкой команды. Сейчас немцы вынуждены были перестроить свои ряды, уже это сделали. Дополнительная нагрузка выпадет на полузащитников. И в том числе на вот Андрея Семюльного, 10-го номера. Даниль Сосмичон. Вот, вы видите, не первый раз мы видим такой тактический ход, когда Роналдо уходит, и все ждут, что Горельсин будет делать ему передачу, а 10-й номер команды Бразилии берет игру на себя, идет в обыгрыш, причем смело это делает, и через центр, и на фланге подобное уже читалось и виделось достаточно легко. И, возможно, вот это как раз домашняя такая заготовка, которую южноамериканцы привезли в Европу. Примерно 5 минут, наверное, побольше осталось до кончания первого тайма. В Штутбурге встречаются Германия и Бразилия. Гости выигрывают 1-0, и немцы играют в большинстве. Георген Кюнер получил красную карточку и покинул в пределы поля. Ну, по-видимому, вот такой жест к кафу, игрока, который пострадал, можно расценить как то, что должен быть очевидный пенальти. Однако нарушение было до штрафной площади. Вот арбитр показывал, что только по свистку нужно вводить мяч в игру. Сразу три бразильских футболиста находятся рядом с мячом, и всего лишь трое в штрафной площади. И один еще на поступок, это Денинсон. Подтянулся кто-то из защитников, сейчас я этого не вижу. Удар! Можно только посочувствовать Андрею Сутенку, он что-то не запутался в сетке собственных ворот. То, что вразится мастерами штрафные, об этом распространяться не стоит. Прекрасно перебрасывалась стенка, сейчас откручивался мяч, хотя игроки выпрыгивали, и самые рослые стояли стенки. Я думаю, что попадя мяч в сторону ворот, нелегко бы пришлось к Кепке. Ну, Веркан в запасе у команды Германии, это второй вратарь, который выделяется буйным характером, никак не может согласиться с ролью второго, агалкипора, второго стража ворот. Может быть, это и хорошо, чтобы конкуренция была. Ну, вот сейчас уже больше владеют мячом гости, бразильские футболисты. Сейчас уже их атаки интереснее. Не идет в штрафную площадь, может быть, сознательно. Роналду уже не первый раз мы обращаем внимание, и как здорово на ложном замахе сыграл Ромарио. Может быть, и было здесь нарушение правил, но свисток молчит. И Клинсман. Скорость, вот это преимущество, безусловно, у Иоргена Клинсмана. Мюллер какую же хорошую передачу сделал в стружном положении, и заглохла как-то веером, как у рюкбистов получалось у команды Германии. И передача следовала не вперед, а чуть назад. Но, тем не менее, было продолжение, достаточно опасное. Но это еще не все. Тон. Мюллер. Хедрих. Нет, уже в этой ситуации сложно было сделать передачу. Денисен. Ну, что, бразильцы, как говорили когда-то, решили помаять немцев. Денисен получает желтую карточку. Хамон ее натраковал. Ну, я не думаю, что у Дитмара Хамона это настолько серьезная травма. Скорее всего, он даже и прихрамывать не будет. В этой ситуации немцев, я понимаю, они, безусловно, хотят выровнять шансы и выровнять численные составы команд. Надо лишь чуть по картине упасть в этой ситуации. И, может быть, судья и дробнее. Подходит к концу, пошла последняя минута первого тайма матча Германия-Бразилия. Продолжение этой встречи вы увидите на российском канале, конечно же, после окончания информационной программы. Да, и программа «Дежурная часть». Конечно же, программа «Дежурная часть». А у нас... 1-0 команда Бразилии выигрывает, и бразильцы имеют на одного игрока больше. Да. Вот видите, как Ромарио близко подошел к своим воротам. Марио Загало и Зика спокойны, они по-прежнему не общаются между собой. И, может быть, слова будут сказаны в перерыве. Пошла уже дополнительная минута, добавленная судья. Я думаю, что все-таки... Вот если бы не этот пропущенный мяч и не удаление, немцы бы активнее играли. Атакам приходится обороняться, и атаки у них более безумные. Глубами стали, но опасными. Передачей вверху. Здесь практически никого нет. Сезарь Сампаева как раз автор забитого мяча. Опорный полузащитник бразильской сборной. Развел руками. Он не собирался трогать этот мяч. Вони! 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 Штрафной. Интересная игра, интересный первый тайм. И хотя были нарушения правил, и было даже удаление, все-таки игра получается. Я думаю, что мысли и созидание здесь будет больше. Все-таки это товарищеская игра. Команды проверяют друг друга. Сборная Германии встретится скоро с командой Нигерии. После этого Берти Фокс назовет. Практически окончательный состав тех турболистов, которые поедут во Францию. Ну а бразильцы скоро встретятся после этого матча с командой Аргентины. Очень принципиально и интересная игра в Лио-де-Жанейро в районе матча. Легко сейчас. Южноамериканцы заиграли в пас. Спокойно, технично. Данильсон. Ну что, Роналдо чувствовал, что не успевает в ключу. И что он сознательно нарушение правил. Это достаточно техничный игрок и не грубый. Думал, что, скорее всего, было не так. Не специально. Однако был свисток нарушения. Андрея Скепки сейчас ведет мяч в игру. И в это время звучит свисток и перерыв. Встреча Германии-Бразилия. Другие же уважаемые телезрители. Главная редакция спортивных программ «Арина Российского телевидения» продолжает репортаж из немецкого города Штутгарта, где через несколько минут начнется второй тайм товарищеского матча Германия-Бразилия. Чемпионы Европы против чемпионов мира. Для тех, кто не успел, к началу нашей прямой трансляции, в которой мы рассказывали о первой половине этой игры, скажу, что счет в этом матче открыл Сезар Санпая, выборист сборной Бразилии. И вскоре после этого команда Германии осталась в десятером. Юрген Кулер за опасную игру. Был удален с поля за явную грубость. Итак, немцы и проигрывают, и имеют на одного врата меньше. Я думаю, что Берти Фокс наверняка внес коррективы, сделал какие-то замены в составе своей команды. Ну, посмотрим, посмотрим, есть ли они на поле или нет. И вот чуть попозже я познакомлю вас с составами команд. Он, на первый взгляд, Марио Загало никого не поменял. Может быть, это и правильно. Да, вот видите, появился Ульф Кирстен из Байера под тринадцатым номером. Ага, вместо Юргена Клинсмана капитан сборной Германии покинул поле, но он не совсем здоров. У него была травма челюсти, и, как говорил Берти Фокс, перед началом этой игры Клинсман играет процентов, наверное, на 70 за Тоттенхэм. Фокс специально ездил, смотрит форму до английского клуба и своей национальной команды, и, видимо, на весь матч Клинсмана еще не хватает. Бразитин вперед. Удар по воротам не первый раз уже рвется к воротам Дениссен, 10-й номер. Многие предполагали, что этот футболист, в частности, и я к ним относился, к тем, кто предполагал, будет как раз своим ладоофициантом, который будет раздавать мячи налево, направо, либо Роналду, либо Ромарио. А этот игрок очень часто берет на себя игру, не тянет одеяло, а действительно не играет по моменту и чаще правильно. Ну что ж, к сожалению, я могу сказать, кто не видел первый тайм, уважаемые телезрители, вы, в общем-то, потеряли достаточно много. Игра была интересной. Единственное недостаток в том, что обилие штрафных свобленных и желтых карточек, обилие фолов. А мяч Сезар Сампая, выступающий в японской джей-лиге, забил прекрасно с отклонением корпуса, причем игрок держал его за футболку. Ну, Йорген Хендрих в данном случае отвечал за Сампая и не смог удержать. Прекрасно был забит мяч головой практически в самую девятку. Мяч проходит в Штургарте, и я уже говорил, что именно эта команда будет соперником столичного локомотива. В конце финала розыгрыша кубка обладателей кубков. Первые игру железнодорожники проведут как раз на поле соперника. Ну, а московский «Спартак» встретится с «Интером». И вот как раз Роналдо на ваших экранах. Благодаря из-за этого мяча он и Ромарио. Золотые футболисты, золотые мальчики бразильского футбола. Роналдо как раз выступает за «Интер». «Интер» в четверт-финале одолел «Шанки-0-4», команду, которая обыграла в прошлом сезоне финале. Как раз разрушил клубку «Уфа». «Интер». Бразильцы не торопятся провести атаку, не торопятся расстаться с мячом. Неплохой сейчас рывок сделал Роберто Карлос. И в середину поля на место полузащитника отошел Ромарио. Но вот передача у 11-го номера у чемпиона мира не получилась. Марио Загало в этом лачках слева на ваших экранах и справа от него Зика. Координатор, помощник Марио Загало. Тренера, который привел в 70-м году в сборную Бразилии чемпионскую тигровую. В 94-м году он был помощником, наставником, который отвечал за физическую подготовку. Помогал Карлосу Альберто Парреро. И дважды Марио Загало выиграл чемпионат мира как игрок. Англес Мюллер, один из ветеранов сборной Германии. Сейчас, по-видимому, получил травму. Он принял капитанскую повязку у Йоргена Клинсмана. Вот вы видите повтор на ваших экранах. И футболист из Фламенго, из бразильского клуба, Жюнир Бояна. А, Алдаер, простите. Из итальянской Ромы, да, получает предупреждение. А это Йорген Клинсман, который внимательно смотрит за матчем. Ну вот, я уже приводил в начале своего репортажа слова Марио Загало, который говорил, что у немцев бойцовский характер. Эта команда будет биться даже и после финального свистка, но и в истерике. А именно биться за победу. Посмотрим сейчас, как раз шансы проявить. 22 матча без поражений у команды Германии. И вот сложное положение сейчас они поставлены. В десятером проигрывают и никому-нибудь о четырехкратном чемпионах мира. Очень высокая передача сейчас была сделана на вид Марахамена. Подбородком останавливал мяч. Команда Германии вынуждена раскрываться. Теперь уже три защитника, вы обратите внимание, и сейчас была. Ну и, конечно же, чувствуется и сказывается отсутствие лучшего футболиста чемпионата Европы 96-го года. Матча из Замара, в котором Берти Фокс верит и оставляет вакансию для этого игрока вплоть до последней минуты подачи заявок в финальную часть чемпионата мира. У Замара сложные очень травмы. Мы ему сделали пять операций, а у нас по-прежнему арбитр сейчас является главной фигурой. Еще одно нарушение правил и достаточно грубая игра. Я думаю, что принципиальность матча, конечно же, огромная. И многие вызывают это генеральной репетицией будущего финала чемпионата мира на Ставте Франс. Но все-таки играть там стоит подумать о футболе. Иначе как можно вообще забыть, зачем ты выходишь на поле. Навряд ли футболисты сборной Германии и Бразилии слышат мои слова. Навряд ли в них нуждаются. Но, знаете, никак не прокомментировать это просто невозможно. Роберто Карлос из испанского Реала получил предупреждение. И команда Германии сейчас находится в девятероне. Потому что футболист, против которого был применен неверный прием, находится за пределами поля. Ему оказывается помощь. Можно игроку входить, игроку команды Германии. Гроналдо. Пешком Арамаро практически весь матч до этой минуты, во всяком случае, ходит по полю. Было несколько у него взрывов. Дельцы по-прежнему опережают гостей по количеству фолов, на четыре больше. И по-прежнему стараются играть через Оливера Бирхофа. Сейчас его помощник уже находится в дискомете запасных. Это Юрген Клинсман, но Оливер Бирхофт первый хорош, что он может в одиночку справиться практически, наверное, с любой обороной. Мощный Росфальд, всегда нацеленный на борьбу. Игрок, который прекрасно играет головой, с голевым чутьем. Но весь проста. Этот футболист в 22 матчах, это его 22-я игра, забил 13 мячей. Прекрасный показатель. Тремя вещами проходит эта встреча, чтобы было побольше динамизма. Это количество угловых нам показывают. Три раза угловые подавали хозяева поля и один раз южноамериканцы. Практически в одно, в два касания, но максимум в три играют. Бразильцы и потеря мяча. Будет ли контратака? Нет. Это запасные команды Бразилии. Дида из Крузейра. Это Вратарь. За Карлос. Клебер. Дон Салвиш. За Роберто. За Ильанс. Дарива. Зиньо. Ветеран чемпион мира. Рай. Чемпион мира из ПСЖ Бепета. И Элбер из Баварии. Это единственный футболист, который среди запасных играет. А, нет, простите, Рай, я ошибся, да. За рубежом, не в своей стране. Единственный игрок, который выступает в первенстве Бундеслиги в составе сборной Бразилии. 56-я минута идет матча Германии-Бразилии. И... Ну что, еще будет одна желтая карточка. Вот, для тех, кто не успел к началу нашей трансляции, вам показывают, как Сезар Сампая забил этот мяч. Держал, видите, его защитник за футболку. Ну, чуть-чуть отклонился, ушел, поставил руку. Чтобы не накрыл его игрок обороны, Сезар Сампая. Мяч попал в сетку ворот команды Германии. Мощный, сильный удар. А Андреас Тепкин на него не среагировал. Не ожидал, не был готов. Денисин продемонстрировал технику. Не очень национально сыграл. Желтая карточка. Еще одна. По-моему, футболисты сейчас соревнуются только в одном. Кто получит больше желтых карточек. И немцы очень хотят, чтобы у кого-то из Бразильцев это была вторая желтая карточка. Да, все так и есть. Дунга получает второе предупреждение и покидает поле. Теперь шансы уравнялись, я имею в виду, по составам команд. Пытался выбить мяч. Дунга, капитан бразильской команды, чемпион мира, футболист, который забил мяч в пенальте. И, в общем-то, сделал бразильцев относительно, конечно, чемпионом мира в четвертый раз. Не знает, куда ему пойти. Теперь нашел путь к раздевалке. Дунга. Футболист, который выступал как раз за местный клип, за штукберт. Команды теперь в равном составе. 10 на 10. Ну что ж, одного уже подопечные Берти Фокста добились. Берти Фокст, также чемпион мира, но и не двукратный, как его визари Марио Загало. Но вот свою команду он еще к чемпионскому титулю, я перестанила, мира не приводил. Хороший тренер, у которого достаточно крепкие позиции в немецком футбольном союзе, но и немало противников. Уже раздаются разговоры о том, что если Берти Фокст проиграет чемпионат мира, если команда не дойдет до финала, то он должен будет подать в отставку. И уже называет его преемников, Бекенбауру, которого и принес бомбе Фокст. Но Бекенбауру говорит, нет, я уже пережил эти времена и довольствуюсь с тем, что у вас есть Фокст. С меня хватит о Мюнхенской Баварии. Это Зико на ваших экранах, трехкратный участник чемпионатов мира. Бразильца в атаке. Техники не хватило Кафу. И ошибается в прочнейшей ситуации Кристиан Синги, чемпион Европы из Милана. Кристиан Синги, который прошел все национальные команды своей страны, юношескую молодежь, пока не оказался в первой. Туда Нильсен вопросительно смотрит на арбитра. Бразильца нельзя сказать, чтобы осторожнейшие дни дрожат, ничем. Роналда. Хорошая передача. За спину защитником. Ревалда. На штрафной площади перейдем два игрока обороны, но... Отворот. Денисен сейчас может как раз вернуться к своим прямым обязанностям, в которых, по-видимому, по тактическому замыслу тренера, он был отлучен в первом тайме. Сейчас Денисен все ближе и ближе смещается к центру поля. По-видимому, будет играть уже в подыгрыш, будет играть роль диспетчера, распасовщика. Это мое лишь предположение. Цеги. Есть положение вне игры. Побежал, вернулся, посмотрел на судьбу, на партнера, на мяч. Андрес Мюллер еще высказал кому-то звучание. Капитан сборной Германии. Да, явный был ассайд, и, по-моему, не только у него одна угла. Так что спорить здесь нет смысла. 62-я минута матча Германии-Бразилия. 1-0. 1-0. Четырехкратные чемпионы мира выигрывают. Сезар Сампай, автор пока единственного мяча. И, может быть, победный. Но посмотрим. Я думаю, что на этот счет у команды Германии несколько другое мнение. За счет того, кто же победитель. Пол оф Тон. Длинная передача. И по-прежнему адресат один. Это Оливер Бирхов. Но ему сейчас нужна поддержка. Нужна атака вторым темпом, вторым эшелоном. Иначе одному ему не справиться. Но он, пожалуй, впервые Марио Загало прокомментировал и обратился. То ли к вопросам, с вопросом. То ли это был просто монолог главного тренера с помощником. Всяк, как ничего, какой-то контакт возник между ними. Уж если бы я и хотел кого-то увидеть помощником, то это Карлоса Альберто Паррео. Она контролирует другую сборную. Вот так предполагал Марио Загало перед тем, как ему дали в ассистенты Зико, в координаторы. Я думаю, что Матерс Замар сейчас команде Германии не помешал бы игрок. Умеет атаковать, любит атаковать. Но не исключено, что он даже не будет участником чемпионата мира. И вот, любопытно, что отец Матерса Замара является ассистентом главного тренера команды Германии. Роберто Карлос далеко бросает и ошибается. Более нарушено правило штрафное. В прорези практически каждый свисток судьи не в их пульсе встречает с улыбкой в лице. Ну что ж, внимание, Овер Бельхов. Все внимание на него. Пока явных пробахов обороны четырехратных чемпионов мира в воздухе не допускало, но напряжение в своеме чувствуется, когда мяч верхом доставляется в трафную площадь. Это Ромарио из Фламенго, чемпион мира 32 года, начинал свою европейскую карьеру в Эйдховене 5 сезонов, после этого выступал за Марселону. Гол! Гол! Да. Такая ошибка обороны. И вот видите, как угадал заменой Берти Фокст. Ульф Кирстен сравнивает счет. 1-1. Этот игрок вышел на замену. Он заменил не кого-нибудь, а Юргена Клинцмана. Вот и Зикор заговорил у нас. Поскользнулся. Скорее всего, поскользнулся. Но, правда, не без помощи игрока. Однако, как правило, свистки в таких случаях не звучат. Чуть-чуть руками подталкивал, как бы потащил к себе игрока обороны. Ульф Кирстен, на котором не был мяч засчитан на 64-й минуте. Счет сравнялся. 1-1-1-1 в матче Германия-Бразилия. Товарищ с ней играет Штутберг и чемпион Европы против чемпионов мира. Команда, которая занимает первые места на рейтинге, рейтинге ФФА, в рейтинге лучших сборных нашей планеты. Немцы гнули свою линию. Сначала они добились того, что судья уравнял составы игроков. Ох, вот это уже всегда опасно. Это всегда прекрасно, зрелищно. Такие проходы и удары в исполнении Роналда. Сначала немцы уравняли шансы команд. И был удален с поля Дунга. Йорген Кюнер покинул поле в первом тайме. Вот после этого Ульф Кирстен сравнял счет в матче. В том и другом случае забитые мячи на совести игроков, авторов этих мячей. В общем-то, за счет индивидуального мастерства каких-то атак, интересных и неожиданных ходов вот в этих голевых комбинациях мы не увидели. У немцев, может быть, все-таки атака была витиевателем по своему замыслу. Мяч чуть не попал в камеру, которую сейчас он делал, какой-то телевизионный проезд. Еще одна замена. Да, еще одна замена. Восемнадцатый номер это Михаил Тарнат из Мюнхенской Баварии. Он появляется на поле, а Кристиан Циги выбыл из игры. Полузащитник вместо защитника. Ну, видимо, скорее всего, Берти Фокст усиливает атаку. Берти Фокст по профессии слесарь, но в последнее время практически не подходит к токарному станку. И, как говорит сам, даже боится этого, потому что боится разочароваться в том, чему он был многие годы, вот этому учению. Хотя, по его словам, как говорит сам Берти Фокст, у меня сейчас в руках такие заготовки, такие детали. Двадцать миллионеров, которыми управлять, очень непросто. И нужно из них вытащить после чемпионата Европы еще и чемпионов мира. Так что, дел хватает. Оливер Берхов сделал ряд к своим воротам. Вот сейчас игра стала поинтереснее, побыстрее, поживее. Бразильца с мячом. Нет, не успеет уже к мячу. Ну что ж, по этим активным действиям можно сделать вывод, что амбразильцы тоже не собираются мериться с ничьей с счетом. Они хотят выиграть. Тарнат. Хорошо, выигранная верховая дуэль. Мюллер. Нет, это был, а не Мюллер, это Ульф Кирстен был, простите. Нужно играть. Ничего не было. Какой самодачи играет футболист, а? Все-таки ушел мяч. Все-таки покинул пределое поле. Майор Загалла перед началом этой встречи повторил еще раз, что его беспокоит атака. И он должен выбрать из тройки Элбер, Эдмунда и Бебетта выбрать двоих. И все-таки, вот я думаю, что его, наверное, беспокоит еще и Ромарио, потому что этот игрок не очень заметен на поле. Хотя, безусловно, опыт большой. Вот смотрите, сейчас Ромарио с мячом. Ромарио не привыкать уже к критическим стрелам. В его адрес в Бразилии безумно любит футбол, и поэтому каждый шаг, каждый вздох, каждый жест футболиста комментируется, и не только одним печатным изданием. Всеми средствами массовой информации, которая есть только в стране, и вот очень много критиковали Ромарио за его выступление в золотом кубке на турбеле Конкакав. В Бразильце собирали крайне слабо. Видишь, заметался в штрафную площадь и нашел кого-то из журналистов, угодил, по-моему, в камеру. Может быть, мне это лишь показалось. Вот спортивные злости у немецкой команды побольше, желание побольше, и Улов Кирстен обращает на себя внимание, именно вот активными действиями борется до конца. Ну что, даже Зубастик, даже Роналда пришел в свою штрафную плечи. По-моему, облокачивался на защитника Олега Вдерхов. И, возможно, Судей не дал свистка, потому что смещен был Кафарар. Все три года под Козырьком. Зрителям не нужно беспокоиться, будет ли дождь, будет ли снег. Они надежно защищены. Прекрасное поле, хороший газон, прекрасный футбол. Встречаются две лучшие команды мира. Сборная Бразилии, команда Германии. Счет ничейный, 1-1. 1-1, и вы смотрите трансляцию на российском канале, организованную главной редакцией спортивных программ «Арена». И также напоминаю вам, что впереди у нас главное футбольное событие этого года, чемпионат мира по футболу во Франции, 10 июня. Мы как раз покажем матч, в котором встретятся сборные Бразилии и Шотландии, матч-открытие. А это вот нам дает нарез опасных моментов, удалений желтых и красных карточек, которых сегодня было в матче достаточно. Вот это некоторое новшество со стороны наших коллег, работников телевидения Германии. Во время матча вот они дают такое своеобразное саммари или хайлайс, называйте его как угодно. Подборку грубости. Угловой, да, еще один угловой, ворот Таффарелла из клуба Атлетика Мен-Эйра. И вновь нам показывают Юргена Клинсмана, футболиста, который играл и в Интере, и в Монако, и в Тоттенхэве, и в Сандории, и в Баварии, и везде. Он был первой скрипкой. Футболист, который не потерялся ни в одном из чемпионатов, ни в Германии, ни в Италии, ни во Франции, ни в Англии. Уже не впервые астроналга приходит к своим воротам. Разыграли. Верляп. Положение вне игры. Торнат. Бразильцы вынесли мяч из твоей штрафной площади, но не очень далеко. Вовремя сейчас убрал ногу Йорген Хенрих. из Дортмундской Боруссии. Иначе на поле появились носилки. Затяжная атака хозяев поля. Если коротко прокомментировать предыдущий момент, то, мне кажется, все-таки Тафарелл находится в хорошей форме. Он дал кипер сборной Бразилии. И в первом тайме он выручил свою команду дважды. И вот сейчас, может быть, момент не столь опасный, но все-таки сыграл здорово, надежно, без лишних волнений. Сампая. Роналда сбивают. А был уже на ударе этот игрок. И, видимо, вот это заставило защитника сборной Германии нарушить правила. Другого шанса не было. Иначе или мог пробрасывать мяч дальше себе на ход, или бить повороты. И поэтому Томас Хэлмон решился на то, чтобы нарушить правила. Вот. Видите? Практически по центру. И до ворот достаточно близко. Но стенка никогда, наверное, не может быть отодвинуна ровно на 9 метров и 15 сантиметров. Потому что как только судья отойдет, стенка потихонечку начнет там подходить. Кто же будет бить? Угловой. Не удалось на этот раз перебросить стенку. Угловой. Именно с углового, напоминаю вам, бразильцы открыли счет в этом матче. Тщательно устанавливает мяч Роганто Карлос. Все, обошлось. Получился ревод контратака. Мейгер понял, что ему не убежать. Остановил мяч. Два бразильца пролетели. И ошибся. Стоило тратить силы. Ну что ж, встреча продолжается. Товарищеская игра в Штутгарте, Германия, Бразилия на российском канале. Несмотря на то, что Ромарио не очень заметен, и Марио Загало хотел, наверное, и вот в этом матче проверить своих еще трех нападающих, пока ни ББТа, ни ЛБР на поле не появляются. Еще одно нарушение правил. Я уже сбился со счета, сколько их в этом матче, но сейчас, наверное, будет титр, и мы сможем узнать. Роналда. Бессловно, вот в этих моментах, безусловно, Роналда хорош. Здесь даже и комментировать не приходится. Просто наслаждаюсь вместе с вами и жду, попадет он в ворота или нет. Или, может быть, все-таки один раз попробует запутать немецкую защиту и решиться не на удар, а пробросить мяч себе на ход, чтобы выйти один на один с Андреасом Кепки. И передача вроде была мягкой и задуманной, все было неплохо Ольфом Кирстеном, но вот расчетливости этому игроку не хватило футболисту, который сравнял счет в матче Германии-Бразилии 1-1. Денельсон. Роналда не доходит передачи до Арамарио. Многие специалисты, и вычислия Марио Загала, опасались, как же найдут понимание между собой на поле эти два футболиста Арамарио и Роналду. Ну, видимо, вот дипломатического таланта у Роналда хватило. С уважением относится к своему старшему товарищу, и замена. Дарива появляется на поле под 18-м номером. Активно вошел в игру. И еще один футболист, это Бе-Бетто. Ну, вот этого игрока вы знаете, чемпион мира. Прекрасный футболист, который сейчас выступает за клуб Батафога. Денельсон заменен. И Бе-Бетто по прозвищу Плаксо. И замена в команде Германии. Маркус Бабель из Люнхенской Баварии выходит на поле. Сразу три замены. Две у бразильцев и одна в команде Германии. А, но Бе-Бетто заменил Ромарио. Ну, в общем-то, эта замена, скорее всего, считалась. Ромарио уж очень по силе сыграл. По силе во втором тайме. Видимо, не в настроении. Один из худешников. Мяч выйдет за ворот от Вани Туфарелла. В раках сборной Бразилии, который отразил удар в серии после матча в пенальте. В финальной части чемпионата мира итальянца Масара. И напугал Франко Барази Роберто Баджо. Бразильцы, старей чемпионата мира. Благодаря этой удачной серии после матча в финале. Михаил Тарнат, игрок, который также вышел на замену. Но вот он не настоль заметен, как его товарищ Ульф Кирстен, который и мяч забил ей. Очень активен в этой игре. Никто сейчас не поддержал Бебекка. Бразильцы пытаются сейчас бить врага его оружием. Вот так немцы вначале первого и второго таймов играли. И вот видите, капитанская повязка сейчас уже у Роналда. И вновь точности не хватило. Хорошая была задумка. Сейчас центр раскрылся. Бразильская оборона. Раскупились защитники. И очень хорошо в эту разряженную зону ворвался игрок чемпионов Европы. И не получилось. А замысел был. Семь минут. Примерно семь минут. Остается до окончания второго тайма. До окончания матча. Германия-Бразилия. Встреча товарищская. Она проходит в Штудерке. Пока ничья 1-1. Может быть встреча так и закончится. Но ничья это совсем не мирно. И по количеству удалений их было два. И стоят с другой стороны по одному. И по количеству жертвых карточек. И по количеству фолов. Это еще один. Еще одно нарушение правил. Но интересная игра. Я думаю, что вы не пожалели, что посмотрели эту встречу и отдали предпочтение российскому каналу. В командах немало игроков, которые обладают не только высотими титлами, но и умением играть в футбол. Это безусловно. И вот один из них аналогов. После ухода Ромарио он стал намного активнее. Видимо, освободилось пространство, которое ему так необходимо для того, чтобы разогнаться, для того, чтобы разбежаться и набрать скорость. Играть уже дальше по ситуации. Защитник Кафу, основной защитник бразильской команды, чемпион мира. Это Алдаир, его одноклубник из итальянской Ромы. Ироналдо. Я думаю, что арбитр сегодняшнего матча добавил несколько минут, поэтому не просто сказать, сколько же до финального свистка. Барти Фокс не успокаивается на достигнутом. Требует от своих подопечных активных действий. И они идут вперед. Как-то попропал из поля зрения Оливер Дверхов. Какая хорошая передача, а? Прекрасный пазм. Если бы у Министерства защитника был бы выход ТТТ с глазу на глаз. С Тафарелло. Тарнат. Удар! Хороший удар. Вот я только хотел сказать вам о том, что немцы забили, может быть, не такой эффектный был, как бразильцы, как это сделал Сезар Санпай. И вот посмотрите. Хорошая атака, сильная передача и удар из сложного положения, впадение с подрезкой, попадение в четвертый ворот, и если бы еще и в дальний угол, не берусь гадать, отразил бы этот удар Тафарелло или нет. Положение требует, положение хозяев поля, и положение чемпионов Европы, и трехкратных чемпионов мира. Оно на Германии идти вперед. Активно проводить концовку. Бабель. Слишком долго. Сейчас я вдруг раздумываю, бить ему или не бить. Еще один удар поворотом. Ну и сильный, и очень не точно. Берти Фокста считает не только хорошим тренером, тренером, который привел в сборную Германии к золотым медалям на чемпионате Европы в Англии, но и неплохим психологом. Он умеет быть дипломатом, он умеет поддержать игроков, в которых нуждается команда, в которых нуждается, как он сам говорит, его футбол. Такой вот штрих и зарисовка к портрету Берти Фокста. Три минуты. По нашему электронному секундомеру остается до окончания товарищеского матча Германия-Бразилия. Мичья 1-1. Улф Кирстен, футболиста, вышедший на замену из Байера, сравнял счет в этом матче. Во втором тайме. Не валял. Нет. Что-то все-таки не хватает. Может быть свежести этому игроку. Уже не в первый раз простая ситуация. Он делает неточную передачу. И вот сейчас, может быть, все изженится. Все так и есть. Не исключаю, что это смертельный для немцев контрруппорт команды Абразилии. Счет становится 2-1 в пользу чемпионов мира. С плену. Со злостью Барти Фокста. Понять его можно. Посмотрите. На своей половине поля начинает движение. Роналду делает четкую передачу. Защитники смотрят на судью. Видимо, нет положения вне игры. И стареется, но все это совершенно так. И очень легко расправляется с Андреасом Кепке. Один из лучших нападающих мира. Ложным движением. На замахе обманул вратаря и исполнив. Все сделал четко, грамотно. Никаких вариантов. Ни защитникам, ни обороне не оставил вот этот футболист. И видите, не буду говорить так, что я прав. Просто, может быть, чуть угадал. Что после ухода Ромарио этот футболист, я имею в виду, Роналду, заиграл совершенно подробный гол, забил и активнее стал. Что на втором тайме смотрится Роналду. Но, с одной стороны, это приятно, что забил мяч. А с другой стороны, еще раз напоминаю, что московских спартаковцев в полуфинале как раз играет с Интером 31 марта в Милане. И вот именно этого футболиста стоит опасаться в первую очередь. Роналду. Который во многом повторяет путь своего старшего товарища по сбору на Ромарио. Поиграл за Барселону. Теперь вот в Италии играет. И Ромарио играл за Барселону. Ну, другой характер. Другое, наверное, отношение к футболу у этого игрока. Поэтому он заметен. Хватит ли времени, вот в чем вопрос, чтобы отыграться команде Германии. То, что желания хватит, это однозначно. Я думаю, что сил тоже, потому что немцы всегда отличали свою хорошую физическую подготовку. Слишком мягкая передача. Роналду. Ну, вот видите, уже идет 91-я минута. Бебетта с мячом. Через фланг. Каафа пошел вперед защитник. И в первый раз. Игра в стенку с Бебетта у Роналду не получилась. И Алдаир. Хорошее впечатление. Этот защитник оставляет третий номер. Ну, вот, получится. Если бы передача была сделана с перспективой на ход Оливеру Бурхову, то не исключаю, что этот игрок бы смог убежать. И как раз его удар. Во второй раз сравнял бы счет в матче. Ну, вот, видите, я вот думаю, что Михаилу Карнату не стоит там любо играть на последних минутах. Нарушение, которое заслуживает, скорее всего, желтой карточки. Слишком великое желание. И, видимо, вот страсти действительно спортивные выплескивают через край. Порой они слишком активны. Я имею в виду игроков и для себя. Да. Ну, что ж, подходит к концу этот интересный матч. Я напоминаю, что эта трансляция была организована главной редакцией спортивных программ Оливера российского телевидения. Чемпионы Европы, команда Германии, которая занимала второе место в мировой брейдинг-листе, вслед за абразильцами, четырехратным чемпионом мира, встречались в публике в товарищеском матче. И в первом тайме абразильцы забили один мяч в первом тайме. Там абразильцы заставили нарушить правила Йоргана Колярами, так что тот получил красную карточку и блокировал пределы. Во втором тайме Берки Фокстер нет некой коррективы в своей игру, изменения. И вот игрок выше, чем на замену. Лов Керстен сравнял счет в этом матче. И один один ему, казалось бы, что эта встреча может так и закончиться в ничью. Однако вот с уходом Адамарио Роналдо разыгрался, разошелся. И непонятно сейчас вспышка активность. А, вот все понятно. И именно этот футболист, выйдя один на один с Андреусом Керти, ни вратарем, ни защитником, ни команде Германии никаких шансов не оставил. Нужно только присоединиться к поздравлению ассистентов в адрес своего тренера Марио Загало. Да, действительно, двукратный чемпионер как игрок и двукратный чемпионер как тренер, в одном случае помощник, а в другом случае главный наставник. Он как раз заслужил аплодисментов и всяческих похвал тем, что сумел обыграть команду Германии на его поле. Но вот видите, Андреус Керти, футболист, который выступает, защищает ворота Олимпика, поздравил Роналдо с этим успехом. Это приятно, потому что после матча все-таки игроки должны помнить о том, что футбол это игра, пусть и большая, и великая, но игра, и вот эти страсти должны остаться на поле и прекратиться с финальным сиском. Потому что в сегодняшней игре, по огромному сожалению, это, наверное, единственный минус этого матча, хватило предупреждений желтых и красных карточек. А вот этого футболиста мы увидим в Москве в ответном матче, когда московские спартаковцы встретятся с Интером. Интересная игра. Мы увидели чемпионов мира, мы увидели чемпионов Европы. А я вам хочу еще раз напомнить, что главное событие этого футбольного сезона, чемпионат мира по футболу, 16-й, который пройдет, в полном объеме показан на канале РКР. Вы увидите не только премии трансляции, вы увидите не только репортажи, но и специальные дневники, которые будут приготовлены и которые будут выходить в эфир из Франции. Мне остается только сказать вам большое спасибо, что в этот поздний час вы отдали предпочтение футболу, отдали предпочтение российскому каналу. Еще раз скажу, что команда Германии проиграла товарищеском матче на своем поле бразильцам. 1-2 с этим счетом. А комментировал для вас Олег Жолова. Всего хорошего. До свидания.